Всем привет! С вами Нильф Горн, это Анно. Продолжаем проходить и у нас последним заданием было 150 тысяч инвесторов добыть и я решил со 100 тысяч начать снимать. Получится ли у меня это уложиться в одну серию, в две серии, посмотрим. Так что продолжаем. И довольно-таки сложно уже их доводить до вот такого количества, потому что вот посмотрите, у меня передачи идут, передачи сока, к примеру, вот здесь вот 113, да, идёт омолаживатели 51 штука, вино 36 штук, еды 74 штуки. Я купил себе бирюзовую бухту, вот здоровый такой остров, просто огроменный, давайте я вам его покажу. За 2 миллиона я его купил, уже накопил 3 миллиона, как видите. То есть с деньгами проблем нет, проблемы становятся с местом, то есть именно место проблемы. Почему я купил бирюзовую бухту? Чтобы перевезти туда, ну даже не то, что перевозить, я ничего не переводил, а начал там отстраивать производственную часть. То есть у меня здесь, у меня здесь именно идёт производство, то есть в больших объёмах у меня производятся соки, вино и вообще всё, что нужно главному моему острову. Здесь немножко у меня жителей есть, потому что без жителей не будет рабочей силы, поэтому в любом случае здесь пришлось развивать людей. То есть здесь я вот потихонечку развиваю, при этом при всём отвратительная карта в том плане, что мы бухту можем построить, то есть порт можем построить только вот в этой части, вот на этом маленьком островке. Вот, к сожалению, выше нельзя карту поднять, камеру точнее. И потом нам нужно построить вот мост, потом ещё один мост, и тогда мы переходим вот на этот огроменный остров. И это, конечно, круто здесь вот с местом, не то, что нет проблем, но его, по крайней мере, очень много ровной поверхности. Так, и всё, в принципе, здесь ничего такого нет, здесь просто стоят установки, которые производят мне всяческие предметы, быта и вообще потребности для людей на главном острове. При этом при всём я развиваю, как видите, здесь вот с этим апгрейдом здание развиваю, трачу очень много ресурсов, иридия в данном случае, потому что рабочей силы очень много тратится, и приходится вот апгрейдить заводы, чтобы они роботизированные становились. И, собственно говоря, рабочей силы там меньше нужно было, только из-за того, что меньше надо было строить здесь зданий. Так, всё понятно, в принципе, и давайте, наверное, я покажу самый главный остров. Не буду я даже на Луну заглядывать, там вот Луна сейчас превращается тупо в производство электричества, всё. Всё, больше там я вот вообще ничего не вижу смысла от этой Луны вообще, честно говоря, я как-то не понял, ну, вот чисто добыча этого электричества. Ну, что же у меня здесь происходит? Остров, с которого мы начинали, он выглядит вот в данном случае сейчас вот именно так, и здесь, получается, я занимаюсь только вот этим. Я строю здание, вот так вот апгрейд. Ладно, ещё нужно здание апгрейдить, я смотрю, с чего начать. Всё, апгрейды, как видите, нету больше, хотя вру, он, наверное, есть, потому что у нас идёт суперсплавы, идут очень медленно. Мы давайте, знаете что, мы, мы вот где-то здесь вот убираем вот этот поток и сюда, вот здесь вот, блин, не то. И вот на этот остров сейчас идут суперсплавы по полной программе. Давайте посмотрим так. Нет, ну ладно. В общем, сюда намного быстрее суперсплавы пошли. Мне кажется, сейчас апгрейд ещё будет. Нет, нету. Я ошибаюсь, я очень сильно ошибаюсь. Здесь идёт производство, конечно, здесь идёт производство, но и именно производство предметов. Не, не производится, как сказать, ну, то есть, грубо говоря, там не производится у меня вино, не производится вино сейчас там, или, допустим, мясо я здесь не произвожу на главном острове. Я произвожу всё на Бирюзовой бухте и пересылаю, собственно говоря, туда, на главный остров. Всё, и там уже производится суперская еда. Так, здесь у нас минус пять. Чё это вообще такое? Антигравы минус пять пошли. Давайте сделаем больше производства антигравов на Луне и начнём перенос. Я вечно в пути. Снабжаю колонии ЛДК, которые сопротивляются. Начнём перенос. И здесь, в принципе, я сейчас вот всё делаю с запасом. Я уже делаю производство там, чтобы сразу на плюс десять больше производилось, или ещё что-то в таком роде, потому что постоянно любое новое здание построенное, оно требует дополнительных затрат в плане всяческой еды и тому подобное. Так, давайте вот это здание перенесём. Оно у нас здесь вот стоит. Антигравы-то я могу производить. Просто оно, это здание очень много занимает места. И мы сейчас более, так сказать, грамотно, что ли, расставим здесь. Вот таким вот образом. Вот так вот ещё антигравы давайте. На полную я прям как... Ого-го! Как тут много модернизации антигравов идёт. И я уверен, сейчас у нас тут в минус пошло сразу энергетические элементы, которые я, конечно же, тоже закажу сейчас, как нечего делать. Так, а у нас они... Вообще, где у нас здание с энергетическими элементами? Вот оно! Здесь у нас, смотрите, дейтерий не производится. Стоп! Дейтерий? Дейтерий у нас идёт... Если я не ошибаюсь, дейтерий у нас идёт откуда-то. Вон оно, что оказывается. Давайте вот так вот сделаем. Потом... Здесь мы маршрут увеличиваем. И... Вот мы можем вот так вот себе позволить. Вот так на 27. Здесь мы... Надо... Дейтерий повысить, то есть, минус 8, плюс 6. Вот здесь вот нужно начать производство дейтерия, чтобы больше он был. Притом, заметьте, я всего лишь один смог... А, нет, вруу, 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 нет. Могу-то я больше купить островов? Вот уже и кратер Ивамото, и море реликтов можно купить, то есть, без проблем. Я смотрю, это всё делается. Так, что ж, у нас тут учёные. Давайте дейтерий ещё как начнём производить. И чё у нас... Где у нас свободная шахта? Шахта у нас... Стоп. Что-то не то. Фильтр дейтерия. И дейтерий ставится на вот такие вот... Ну, давай, скидывайся. Я, честно говоря, не... Я уже просто позабыл, наверное. Потому что дейтерии не очень много нужно было вообще изначально. И... Тут, смотрите, сразу минус логистика. Но это нормально. И ба-бах! Плюс 32! Ба-бам! Просто вот... Всё. Плюс 6 идёт. С большим приростом идёт дейтерий. Ну и всё, в принципе. Давайте посмотрим, что же здесь опять на главный остров. И, в принципе, вот так вот всё и происходит. Ну... Это вообще такая система. Как бы оно, она... Как вот первая часть вообще одной жанры этой игры вышла. То с того момента всё и так и идёт. Что... Так, чё-то вот сразу не хватает. Я только пришёл сюда, и мне сразу что-то стало не хватать. Квантовые компьютеры. Квантовые компьютеры. Это у нас где-то вот отсюда идёт. И у нас надо их побольше. Давайте сразу с запасом делаем так. И опять. Сразу. Хай! Хочешь выполнить пару заказов для клиента? Уровень поднялся. И я теперь ещё могу и одну землю купить. Обычную бухту. Уолбрук. И... Ледяное поле Аки я могу. То есть... В общем, я теперь всё могу купить. Потому что у меня, собственно говоря, уровень позволяет это делать. Так. Ага. И вот здесь вот нужно будет сейчас, наверное... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я не знаю почему, но почему-то как-то у нас FPS просел. Я могу делать, конечно, это производство. Но его в любом случае где-то вот здесь вот нужно ставить, чтобы... Во-первых, оно у нас занимало меньше места. Это раз. И, во-вторых, чтобы можно было... Ну вот именно... Как бы это сказать-то? Можно было, если что, здесь население разместить. Так. Я здесь космопорт модернизирую. Как видите, у нас минус 240 электричества есть. Но я точно знаю, что я где-то... Нет, вру. Значит... Давайте немножечко вот так вот сделаем. То есть увеличим передачу электричества. Просто сделаем. И, собственно говоря, не будем здесь даже париться о том, чтобы производить какие-то дополнительные блоки для производства электричества. Так, на суперкомпьютеры не хватает у меня кубитовые процессоры. Господи. Давай, понеслась тогда кубитовых процессоров. Сейчас как-то наделаем. Видите, у меня здесь производство идет. Ага. И, ага, вот здесь вот не хватает молебден. Молебден, молебден. Вот он у нас, молебден. Ну-ка, давайте вот так вот сейчас мы забабахаем. Плюс 22, молебден пошел. Производство сразу возросло. Почему-то кубитовый процессор в нуле идет. То есть, ну, и не в плюс, и не в минус. То есть, ровненько я произвожу. Это логично. Так, вот. Так, стоп. Стопэ. Стопэ. Где-нибудь давайте вот здесь вот построим. Вот как-то так. И теперь у нас минусов нету. Все производится отлично. Здесь еще даже остается 5 квантовых компьютеров. И вот нет. Мне показалось, что здесь нейроплантанты нужны. Которые как раз-таки у нас тут и производятся. Но у нас их... Офигеть. Резко. Это как так вообще? Резко стало минус 16 нейроплантантов. Это как так вообще может быть? Ладненько, ладненько. Как видите, у меня здесь производство нейроплантантов. Просто уже, ну, на каждом шагу они у меня производятся здесь. И я уже даже не знаю, куда их выставлять. Так, ладненько. Без проблем. Пошло. Расширение. Баз. Оре-оре. Пара-че. Так, вот. Отлично. Плюс 26 нейроплантантов у нас идет. И какие у нас минусы есть? Сразу молибден пошел в минус. Ну, это логично. Потому что он не только идет на нейроплантанты. Он еще там идет на что-то. И я вот боюсь, что мне сейчас в какой-то момент перестанет хватать вот этих шахт. А такое вполне реально. И придется, похоже, еще одну землю покупать. Точнее, не землю, а ледник еще один покупать. Чтобы обеспечить все тут вообще. При этом, при всем я уже занимаюсь 14 минут только обеспечением всех потребностей на данный момент людей. Понимаете? Вот 14 минут я только этим занимался. Только обеспечивал работоспособность всей сети передачи. То есть вот полеты вот этих космических кораблей. Здесь у нас, наверное, какие-нибудь там поезда ездят. Там корабли плавают и тому подобное. Только вот обеспечил все это. При этом при всем все равно тут идет в минус. Тут все равно идет в минус. Ну ладно. Вот этот минус мы сейчас быстренько исправим. Так, во-первых. Как там у нас выглядит вот это, где у нас производятся суперзавтраки какие-то там. Так, вот оно. И давайте его где-нибудь так же вот здесь же построим. Наверное, нет, неправильно я строю, потому что место... Место я неправильно раздаю. Так, и у нас сразу минус логистика. И вот посмотрите, опять, опять же, опять проблема. Сразу проблема у нас настала. Это у нас нехватка... Нехватка электричества. А нехватка электричества это значит, нужно на Луну лететь быстренько сейчас. Смотаемся туда. Построим пару реакторов, в общем, чтобы передавать и производить энергию. Ну, сначала производить, а потом передавать. Черт возьми, это я еще хотел как-то там, ну, снять сегодня то, что... Как у меня растет население, да? Фигушки вам, вот. Ну, в принципе, есть чем больше я... Так, все, этот реактор работает на полную катушку. Нужно еще один реактор выставлять. Термоядерный реактор. 800 тысяч, прям как с куста пошло производство. Пошло производство. Так, у нас здесь не хватает чего-то, не хватает. Не хватает вот этой... Стоп. Стопэ. Стопэ. Производства просто не хватает. Опять у нас пошло... Электрические элементы вниз пошли. Да что же такое творится? Что же это творится такое? Электрические элементы. Ну, давайте вот здесь вот, как раз так, вот как-нибудь вот... Вот... Черт. А почему? Стоп. Так, а где... Магнетит производится? Так. Стоп. А-а-а-а. Все. 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 Я... Я немножко... Немножко запутался. Магнетит, он же у нас не производится. Он у нас вот делается на таких доп-заданиях. Поэтому тут не нужно как бы так думать. Но я могу его купить. Ха-ха. Нифига что... Выполнены условия. Посмотрите, 12 тысяч стоит вот столько магнетита. 12 тысяч. 12, понимаете, 12 тысяч стоит. Вот это я жирею сейчас. Ну ладно, модернизация и то, и то мне не хватило. Конечно, жесть. Ну вот смотрите, есть, конечно, доп-задание. Я вот сейчас только что отослал, кстати, доп-задание. Это очень важно. Чего очень важно-то? Вы же не забыли про нас? А что сделать-то надо, я не понял. Натуральная пища... По-моему, нету натуральной пищи, конечно, в космопорте. Или есть? А, есть. Лунные завтраки есть. Лунное зерно. Натуральной пищи... По-моему, нету. Нету. По-моему, все-таки натуральной пищи нету. Давай, ваам! Так, да, натуральная пища это обычные завтраки. Ладно. Так. Ну вот здесь вот кредиты. Ладно, тогда... Это я займусь за кадром. Здесь же нам нужно... Нет, не то. Не то, не то, не то. Вот сюда вот нужно. И здесь вот у нас передается 6000 энергии. Мы можем выдать, ну, плюс 5000 спокойно. Как нечего делать на самом деле. И это шикарно. И это шикарно. При этом энергии у нас хватает. Так, надо будет на доп. Материалы, конечно, поработать. Здесь очень легко, если честно говоря, их добыть. Всего лишь просто второстепенное задание повыполнять. И довольно-таки быстро они набираются, эти доп. Материалы всячески. Так, и здесь у нас где-то... Ну, не где-то, а именно здесь не хватало электричества. Что же у нас в итоге? У нас с мясом проблемы опять. Мясо растет, но с мясом вроде бы не должно быть проблем. Потому что вот так вот передача тютелька в тютельку идет мясо. Блин, а. Надо еще выставлять. Но я уже не буду сейчас, конечно, этим заниматься. Потому что эту серию надо подводить к концу. Так, и... А. Поэтому и мясо не кончается. Кончается, потому что, собственно говоря, я построил еще одно производство. Ну-ка, давайте я сейчас поставлю вот это вот здание для производства... Блин, его вот тут как-то вот... Давайте вот здесь поставим. Как раз оно займет у нас вот эту крайнюю часть своими апгрейдами. Здесь как раз и закроет, если что. Плюс 21. Именно для производства предметов всего хватает. В данный момент идет плюс 21. Значит, пока на складах есть материалы, ну и справляется производство. И на данный момент у меня получается 118 тысяч. 118 тысяч жителей. Именно инвесторов. Именно инвесторов. Это топовые жители. И, как видите, нижнее сословие нельзя уже модернизировать. И тут придется где-то размещать еще людей. И я вот боюсь, что у меня это не получится. Потому что места мне не хватит. И, скорее всего, вот это все, вот это все придется уничтожать и переносить на ту землю. То есть, этим придется по-любому заниматься. Ставьте лайки, если вам понравилось. Такой сложный процесс сейчас идет, но очень интересный. Всем всего хорошего. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok